Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать? Тебе в этом поможет сервис Best Donat. Один из самых крупных и надежных сервисов по донату. Здесь ты можешь приобрести вип пропуск, путь доблести, а также любую акцию и любой набор крисов, который только появляется в игре. А на первую покупку тебя также будешь ждать скидка в 5%. По всем интересующим вопросам пиши в телеграмм Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! У нас в игре началось интересное событие, фестиваль ивентов. Оно интересно тем, что здесь нету регулярных героев и собраны в принципе неплохие пятерки, которые недавно еще и бахнули и нарисовали пассивки. В общем сегодня мы здесь попризываем, но мы будем не просто крутить, а проверим одну теорию. В недавних роликах мы уже проверяли теории. Она заключалась в том, что на второй, третий день и так далее этих призывов пятерки чаще выпадают. И я всегда призываю чисто в первый день и мне было просто идеально эту теорию проверить. И в этих двух роликах, не знаю совпадение или нет, реально выпали пятизвездочные герои. В первом ролике конечно пятерки оставляли, ну качество этих пятерок оставляло желать лучшего. Это была одна регулярка и заветного выпал Саргаса. Ну он там был без костюма. А вот во втором ролике выпал уже Геллерд, а это вполне играбельный герой. И сегодня мы проверим еще одну теорию. Она связана, как уже кто-то догадался по превью, с четвертыми предметами и перерождением героев. Но давайте прежде чем мы перейдем к этой теории, посмотрим каких героев нам сегодня сюда добавили и вообще кого мы будем ловить. И давайте начнем с новой пятерки. Блэк Цезарь, скорость маны средней. Вот здесь уже первые изменения, потому что на бете он был медленный. Но средний это даже лучше, теперь он будет играбельный на всех режимах игры. Наносит 335 урона всем врагам. Урон нормальный даже для средней маны. Последний красный массовик со средней маны, это вроде был на мушкетерах Ришелье. Он наносил 330 по всем, но этому видите, на 5% атаку даже подняли. Призывая скелета паразита пирата для всех врагов и паразита, это будет 90% атаки каждый ход. Обычная атака у паразитов. Сами паразиты будут 40% максимального здоровья цели. Это тоже, можно сказать, золотая середина. Есть лайтовые паразиты по 20%, например, и жесткий по 60%. Ну это, ну 40% примерно будет 900 хп где-то. В общем, какие-нибудь лайтовые хилеры типа Милены этих паразитов вообще не снимут. А Ригард, ну он отхилит просто в ноль. При призыве скелета паразита он дает своему владельцу минус 45 атаки, пока у владельца есть эти паразиты. И это нельзя изгнать. Но это нельзя снять, постоянно они перевод свой усовершенствуют. В общем, пока будут находиться эти паразиты на врагах, у них будет срезана атака. И урона они будут наносить прям по минимуму. Потому что срез в минус 45% это жестко. Отличный герой получился в пару к Мариане, к тому же Ришелье. Но это будет очень жесткая связка и сегодня бы его хотелось бы выловить. Ему, кстати, пассивку не сделали, как всем остальным пиратам. Но, видать, понимает, что герой и так получился хороший. Дальше идет новый костюм на Саргаса. Без костюма этот герой оставлял желать лучшего. Но в костюме не сказать, что он сильно как-то поменялся. Из плюсов вот этот бонус, ну теперь этот бонус костюма, будет бафать ему статы. Также то, что им нарисовали вот эту пассивку, она им прям нормально так вкатила. Я это могу сказать по примеру с Финли. Эта пассивка обходит таунты, увороты и так далее. То есть, ну реально, в общем, герои стали быстрее, вражеские герои стали быстрее отлетать. А по навыкам ему дописали то, что он еще дополнительно вешает дот-урон водой и все. Ну и исцеление. Было 90, стало 100%. Ну он запрещает. Ничего особо не поменялось, но из-за вот этих вот бонуса костюма и пассивка она и была. А нет, смотрите, на обычной версии нет пассивки. В общем, в костюме он стал поинтереснее, но ничего кардинально здесь не поменялось. Дальше идет Леди Лок. Вот она даже без костюма была очень жестким травильщиком. Наравне с Рейной и вот с этой вот лягухой. Она тоже где-то по пятихатке травит, то есть тоже очень жесткая. Но в костюме ей дописали прямой урон. 120% это просто копейки. Но когда у врагов остается минимум хп, он может помогать. Ну и очищать недуги у всех союзников тоже такой плюс. В целом она и до костюма была, ну в общем можно было играть. Ну сейчас стало еще интересней. И также плюс, что вот этот ее дот урон, он не относится ни к урону ядом, ни к огню и так далее. В общем это какой-то отдельный дебаф, он будет стакать со всеми остальными дот уронами. В целом, ну в общем неплохой герой. И Питерс, тут изменения также минимальны. Теперь он еще и бронерез, его можно брать на Титана. Ну и давайте перейдем к нашей теории. Она заключается в том, что если перед призывом пятизвездочного героя закинуть четвертый предмет, то есть переродить его, то потом якобы с призыва можно выловить какую-то пятерку. Как это придумали я не знаю, но давайте это проверим. И чтобы это наверняка сработало, будем перерождать не одного героя, а сразу пятерых. Вот они во втором ряду расположились, эти пятерки, которые мы будем сегодня фулить. И давайте начнем с первого, вот с этого зеленого кабачка, я не знаю. У меня вообще из зеленых был выбор либо Геллерта зафулить, но я не знаю вообще куда его пристроить. Герой он интересный, но пока не понял, где он у меня может играть. А вот этот лифсик, он бафает броню именно в статах, плюс призывает мега веприво, который с тычек может наносить до косаря урона. Из минусов, вот эти вот тычки, они рандомные, но в целом все равно герой интересный. И он у меня будет, наверное, играть с Токсикандрой, она быстрая, плюс она вешает баф на разгон маны, точнее не на разгон, а на добавление этой маны каждый ход. И получается, после того, как ультанет Токсикандра, вот этот герой без всяких камней зарядится, ну за два хода. И то есть условно он тоже будет быстрый, ну можно так назвать. В общем, герой он интересный и давайте его и переродим первым. Дальше идет Хелл, ну это, можно сказать, просто имба. Вообще, если честно, трудно поверить, что это первый герой месяца в игре, и для нее сделали такой костюм. То есть по своим навыкам она подходит больше для какого-то редкого и вентового героя. То есть навыки у нее огонь, она и урона много наносит, плюс присасывается, не знаю как сказать, к врагам и тянет у них ману. Тем самым себя быстрее заряжая и не дает героям, ну вражеским героям заряжаться. То есть в них можно пробрасывать камни, заряжаться об них и вообще хоть что делать с ними в этот момент, когда она повесила свой дебаф. Ну и огромный плюс, что этот дебаф снятия маны с них. Я не буду говорить отсоса маны, потому что это будет звучать как-то некрасиво для нее. Но вот эта откачка маны с врагов, она не снимается и это просто огромный плюс. Так что у меня, видите, она уже есть прокачанная и прям очень хочется вторую качнуть, потому что у меня две пантеры есть в костюме. И вот к ним эти две хелл прям вот идеально залетят. Поэтому давайте ее и переродим. Следующий Алукарт у этого героя прекрасно все начинает его набора маны и последовательность ульты, заканчивая его навыками. Он убивает всех вражеских прислужников сначала, потом наносит урон, отхиливает команду, ну если там были прислужники, еще и дозаряжает всю команду также маны. И к этому ко всему обходит все возможные усиления контратаки, бафы к броне и так далее. Просто идеальный герой, также у него пассивка есть и с вероятностью 50% он может перекидывать последнее снимаемое усиление. А это может быть просто таун. И вместе с Марьяной он отлично будет играть, точнее он отлично играет, потому что у меня он один уже есть и я второго зафулю также с удовольствием. Тинсел также обладает отличными навыками, она и бронерез, еще и срезает меткость. Все это конечно привязано к камням и немного рандомно, но ее большой плюс в том, что она быстрая и наносит достаточно большой прямой урон. И с каким-нибудь этот урон равный к тому же, и с какими-нибудь бронерезами в атаке она просто отлично играет. И поэтому давайте ее и переродим. Ну и Дяо Чань, которую я взял с обмена, про нее уже много всего было сказано в том самом обмене, поэтому давайте просто ее зафулим и все. Ну что ребят, все пять героев заряжены, погнали призывать и проверять теорию. Первый призыв и давайте сразу снова героя начнем. Очень хочется, чтобы эта теория сработала, зеленый. Тройка. Отличная тройка, у меня их три на альфа-сломе, постоянно играют. Опять тройка. Ну давай, зеленых. Много зеленых. Так. Выпадает, короче, тройки, еще одни и те же сыпятся. Давай, вот они бы прям нормально бы зашла. Так, карета, тройка. Даже четверок нету. Что-то эта теория вообще в минус походу работает. Так, тройка. Так. Пошли четверки, давайте дальше с ним крутить. Семь призывов за монеты остается. Капец. Одно и то же сыпется. Давайте так, скипом. Так, что-то не очень. Идет все. Одни и те же герои. Два призыва. Ладно, давайте их здесь, короче, с него бахнем и посмотрим, что есть выпадет. Ну давай. Какой-нибудь пятерку. Или 10 троек тогда. Капец, где четверки хотя бы. На. Ребят, не знаю, что такие-то ужасные призывы. Ну а давайте. Два докрутим. Ну и все, x26 улетел. И вообще ничего не поймали. Ладно, давайте зайдем сюда вот. И давайте десятку чисто скипом. Но проверим теорию. Хотя тут, думаю, уже все понятно. Даже четверки не падают. Так, четверка. Так, ну пошло, давай. Так, у нас тут остаются сундуки. Давайте их откроем. Эмблема. Ну что, ребят, было сделано x35. И никакие пятерки так и не выпали. Да там, если честно, и четверками-то не особо пахло. Так же мне в этом месяце ни разу и герой месяца не выпадал. Я все-таки решил целенаправленно ради нее не крутить. Ни одного призыва, ни полтора, ни так далее. Потому что если она, ну, в течение месяца ни разу не выпала. То сейчас можно и 100, и 200 призывов сделать. Она так же не будет выпадать. Я себе еще, знаете, как это раскидал. Героев здесь штампуются очень много. И всех их все равно не выловишь. И постоянно сюда донатить тоже не будешь. То есть, рано или поздно этих героев все равно придется отпускать. Как бы было это неприятно и не хотелось, но это все равно придется делать. Ну и я вот начну с героя месяца, которая мне была нужна, которая бы у меня играла. Но так и не выпало. Но зато следующие пятерки, которые для меня будут менее ценные, мне уже будет в два раза легче их отпускать. В общем, ребят, не переоценивайте значимость этих картинок для себя. Но вам в любом случае удачи на этих призывах, чтобы вы подали нужные вам герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока.